далее что здесь все хорошо все у меня будет нормальный принтер 5 то есть пока не нормально будет цветную штукенцию вот этот принтер да который меня купила это самое в попыхах так вот у него значит не работал этот тачскрин этот тачскрин не работал я попыталась его разобрать внутри в принципе ничего что можно починить не обнаружила то есть там все контакты нормально подключены вот эта штучка сама сам экранчик он там в пластинку в по им эту пластинку чтобы это снять его сам этот экранчик его нужно полностью о ёшки слушать этот телефон это край телефона думаю что такое тут снова куда кривой такой видите странно как это отражается вот этот вот это самый-самый кранчик на тачскрин он там под пластинку впаянную вставлен чтобы его достать нужно пластинку этот пластик его нужно поломать то есть поэтому я его так и не разобрала и до отдельно сам сам этот экранчик вот это купить его не получается потому что я не знаю какая конкретно запчасть нужно вот далее что я посмотрела какого запчасти от весь полностью этот экранчик то есть полностью этот вот штукенция как он называется контрольная панель стоит она в запчастях полтинник долларов где-то видела чуть подешевле там 30 может быть долларов но все равно кто ну как-то дороговато получается за принтер которому уже сколько лет сейчас я за этот принтер заплатила 38 евро плюс еще и за отдельный самый экранчик там тридцатку заплатили даже полтинник уже получается стоимости нормального нового принтера так далее что значит с ним что я буду делать значит он у меня так и не работает то есть вот кнопки сенсорные вот здесь вот они работают то есть wi-fi тут кнопочка работает здесь там кнопочка домой там назад вот это вот все тут по бокам все что было оно все работает не работает только то что вот здесь вот внутри я решила встретить какое в запорте там это в интернете какие-то советы пишут во-первых там пишут что нужно протереть убрать все защитные пленки и так далее тут все в принципе хорошо потом дальше совет воткнуть его в напрямую розетку без всяких там этих переходников тоже сделала тоже нифига не получается там если какие-то были там сбросить настройки до сама перепросить программку тоже это сделала ну и не перепрошить а просто обновить программку это тоже сделала чуть-чуть не помогает короче далее думаю ну ладно фиг с ним в принципе и без этого экранчика можно с принтером работать я подключаю компьютера и через компьютер это послали на него с сама с отправить 5 что-нибудь это сама сканирует тоже можно через компьютер единственно что нельзя будет сделать это получается сделать копию то есть я допустим этом принтере я просто-напросто ложу сюда какой-то документ кликаю сделаем ничего на белую копию и он не дает хоро копию так как это даже могу не включать здесь такого сделать же не получится а плюс ко всему не получится сделать факс отправить хотя по идее тут функция факс факса еще есть я пойду и на поэтому его и приобрела потому что думала круто периодически как бы ну бывают такие ситуации что нужно отправить факс а здесь взять такого уже не получится делать потому что кнопочки не работают в смысле вот это вот кнопочки тут не работают вот ну думаю ладно фиг с ним далее какая была еще проблема то что принтер большой и вот на вот это место у меня он не помещается то есть я могу убрать конечно свои бумажки туда поместится принтер но нет эти бумажки нужны сюда под рукой потому что я тут не рабочее место мне нужно чтобы бумажки были под рукой и я решила что раз этот принтер у нас вайфаевский то давай подключила по вайфаю поставлю его вон на то место вот здесь будет стоять и просто-напросто по вайфаю покачу к этому к компьютеру но так получилось что вайфай соединение меня не получалось делать очень долго я не могла понять почему потом до меня дошло дело в том что у нас на маршрутизаторе нашу маска по сети называется 192 168 178 это на моем маршрутизаторе 178 здесь да потом дальше уже последняя цифра к это уже конкретно прибор различного определяется у этого же друкера принтера ба был был уже а пищник и его никак нельзя было изменить у него была пищник 192 168 и сотня вот эта сотня она как бы не не выходила в мою маску по сети и поэтому как бы было не со струковкой и ничего не могла сделать и вот надо было изменить а пищник у этого принтера и как это сделать я никак не могла понять потому что через компьютер ну никак не получалось найти такую кнопочку изменить а пи адрес вот всякие всевозможные там стукенции перепробовала ничего не получалось и нашла такую такую как сказать лайфхак небольшой лазейку небольшую то что можно сбросить настройки у этого принтера да то есть войти системное меню и сбросить настройки системное меню можно было там найти разными способами но так у меня вот этот тачскрин это не работает да мне попался способ только не помог способ только один это когда у нас принтер выключен мы его включаем долго жмем на кнопку включения там и секунд 55 секунд подержали вот тут какая-то лампочка на так минет один раз далее это самая красота черненький но вы можете нажимать эти вот кнопочки они все нет не светятся ничего нет видится но они нажимают их можно нажимать то есть там нажимаете один раз домой назад и два раза на домой и это появляется системное меню вы здесь вот эти системы не можно управлять по помощи вот этих вот сенсорных кнопочек то есть да вот нажимать нам не нужно вот то есть вот эти кнопочки они все работали вот эти вот все именно по ним и там это самая навигацию делаем там ищем нужные нам настройки там нашли там сбросить все настройки к заводским допустим да и нажимаем там ok выполняется это самая перезагрузка этого принтера все настройки сбрасываются айпишник тоже сбросился айпишник был хорошенький и я че это самый айпишник задала ему через свой маршрутизатор то есть я как бы зашла через компьютер на моему маршрутизатор подключилась задала вот этому принтеру нужный мне api адрес там него mac адрес на нарисован с той стороны и задала ему нужный api адрес и он стал меня в сети ну вот вот у этого самого этого принтера появился нужный мне api адрес вот и у меня получилось подключить к этому к моему компьютеру получилось подключить он меня определился все там соединение все пояснилось пошло по отлично но но проблема была в следующем дело было в том что принтер вот этот он полностью перезагрузился то здесь меня когда его теперь включаю сейчас не могу включить потому что не он от розетки отключен а давайте включим его сейчас паузу небольшой делаю и включу вот у меня он включился и это как бы настройки все сбросились он идет это пишет что выберите пожалуйста этот самый язык я пытаюсь как-то нажать что-нибудь не получается тачками не работает и на этом все то есть и теперь и не знаю почему мой компьютер смог его определить как это там подключить получилось да как-то это самое я вам как это что-то понажимала у меня вот эти по идее настройки не сбросились потом плыскать другая менюшка уже по русски писала как-то через компьютер я смогла сделать но потом что-то такое произошло это видимо там слишком много что-то натыкала и у меня как бы снова 10 это самое все сбросилось принтер не проделать вообще то есть не по вайфаю не папа не поэтому сама не по сети даже когда я юсб вставляю он даже не делай там папам какой-нибудь это значит когда получаете юсб устройство то он какой-то такой звук такой это пам-пам сейчас подключаю эту фернюк к нему и дам вам пам не происходит вообще в общем да и теперь я застряла на другой моменте то есть можно в принципе его еще как бы попробовать себе перезагрузить идет настройки но в принципе это уже нам ничего не даст то есть я вот нажимаем на 1 2 3 4 5 6 орпиде мигнула мигнула теперь можно его нажимать нажимаем один раз домой назад домой домой а получилось и тут нас различном менюшку потому-то вперед назад это вот меню нажимаем сюда меню вот это сама обычный какой-то ресет такой необычный такой-то частичный более сайт партии партии аллеры с частичный ресет 7 рисует опять-таки частичный ресет половинчатый какой-то ресет пола ресет и какой-то еще это как он называется о б б о о это не задели о не знаю короче это заводским этим настройкам вернуть его ну и там еще различные там самые фигнюшки в принципе в принципе давайте попробуем сделать любой ресет меня это самое ничего с этим хватит такой сделаем ok вот он перезагрузится и в принципе у меня это все но дальше не придет ни к чему потому что все время будет стоять все что мы это самое у нас настроите принтер через вот эта менюшку что у меня не получается потому что менюшка не работает так вот что буду делать дальше я заказала уже нашла в этих какого в объявлениях маленьких типа как азита да то есть объявление частное объявление а там продавался принтер для их дефект написано или легкий дефект у него был я спросил что за легкий дефект он сказал что у него не определяет картриджи но в принципе думаю ну хорошо прикольно это самое там 10 всего стоит доставка еще будет сколько на стоять денежек круче за 25 евро я его приобрела и он сидит на пути ко мне и да как только он приедет будем продолжать дальше историю с этим принтером то есть если пытала принтера нормально работает этот тачскрин да если у реально только картриджи столько не определяет то я просто поставить вот тачскрин этот наш панельку его поменяю на меню меняется он довольно таки просто оба на открылся тут нас три шурупика раз-два-три и здесь нас легко вот в этом месте тут этот самый шлейф один небольшой его тоже довольно таки легко открыть вот все у нас при загрузке произошла опять таки пишет то что давайте нажмите хоть что-нибудь ничего не получается ничего не нажимается вот такие дела ладно будем продолжать попытки исправить этот принтер дальше но пока что у меня вот это пока еще работает но опять-таки у него 15 лет ему работает 15-летний принтер хорошенький люблю его продолжаем дальше кстати там же больше третья опция можно было получить по вайфай подключить по юсбишнику ли подчить поэтому сам по поводу лан по юсбишнику хотя можете сказать можете подумать что мол провод юсбишный уже сломался типа поэтому не определяет но это же сам провод я использую для подключения к этому принтеру и вот с этим принтером он работает прекрасно а вот этим не придает вообще никак значит дело не в проводе подключаем через лан пробуем так кликаем сюда далее вот это я уж не пробовала проверка сетевого окружения может что получится посадите принтер пошла в ключе нет не получается пишет то что мол не под это не подключено а позвонить маршрутизатору маршрутизатор а то есть нужно туда этот самый давайте попробуем так вот это мы отсюда вытаскиваем вставляем наш обратно интернет сюда а вот это вот мы потащим к нашему маршрутизатору в коридоре так в коридоре не получится потому что там розетки не хватает одной сделаем следующим образом где мой лан в лан вот это у меня в лан его мы втыкаем вместо вот этого его мы втыкаем вот сюда это мы вытаскиваем и вот этим мы подсоединяем это вытаскиваете это у меня скроута подключена сломанная штучка на опережать так и вставляется вот сюда лампочка загорелась получился клану это должен подключиться у меня к вайфаю давай давайте пробовать к вайфаю вай фай фай вай так почему не хочешь не видит никакие сети так еще разок не будет барахля такти уже и избежки отмена давай а потеряйся так отмена отмена это пока нам не нужно не хочется придется видите за раз такая у меня дело тоже тут это стук она уже поломана немножко давать этот вытащим она топ и дает то не определяет вставляйте вот эти два уже не работают если чем так так надо поля не платные так как это можно нам сделать уже не помню так закрыть с этими значит так подключение к сети обновись не хочет обновляться не обозляет вай фай если меня повернем а слушайте чуть получилось смотрите антенка повернули все получилось все подключился к интернету так Так, давайте зайдем в наш тот самый свитбокс. Свитбокс. Так, это факт. Факт мне не нужен пока что. Так. Всё моё. Получилось? Получилось. Так, показать, как я взглянулся немедленно. Далее. Смотрите. Выберите из этой страны. А как я вам найду его? Ну, я нашла внимание. Язык русский. Вот, вот так вот я нажала. И таким вот образом у меня здесь настройки сменились. Единственное, что у меня снова попал интернет. Видите, крестик стоит. Попробуйте наценку. Получилось? Получилось. Так, наценку покрутили. Всё прекрасно. Попробуйте снова здесь. Попробуйте попытку. Тут у нас что. Оцените новые функции принято распространённых интернету. Вот. Так, вот это вот моё всё. Это самое. Хайбнет. Кто у меня в сети? Какие устройства? В сети у меня устройство HP. Вот он. Айпишник есть. Так, я запутываю, что надо делать. Вот это всегда, да? То есть, в принципе, настройки готовы. Обработка. Ну, до сих пор стоять. Нужно быть под самый язык такой, что вы видите. В общем, заправим начать. Вот что-нибудь. Так. Попробуйте. Так. Фоксидридер. HP. Вот это вот, да? Да. Печатый. А вот сюда. То есть, выравнивание. Не надо выравнивание. Ну, закрыть. Ну, ничего. Что-то ничего, да? Отправить файлы. Ну, что-то не делается. Еще разок, но капонам, у нас станется. Время, пошли, вопринтер, настройка, 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 и в принципе, печатается. Печать стоит. Но печати не происходит, потому что там у нас в случае произошла тремя. Что я в прошлый раз делаю? Я в прошлый раз нажимала вот эту сигнё. Напустить. Давайте, очень, 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 самохобиль. Так. Ты у нас отменяешься. Да. Ты у нас начинайся. еще разок сказал батарея садится не сейчас давайте путь остранить проблемам печати страниц приправку сканировать и вовремя печати короче этот попытаюсь сделать вот эту фигню пока что у тебя телефон поставлю на зарядку вот его перестанет каким-то образом фокусируйся тут у нас с языка язык как бы сам определился по помощи компьютера это снова сделала и пишет что сама нажмите кнопочку продолжить для настройки принтера естественно тут ничего не получается очень не работает и вот на этом принципе я и застряла то здесь я кликаю на компьютере далее какую-то фигню тоже установить пытаюсь получение информации устройства это я по этому самому по кабелю этому и нет кабеля подключила в принципе написано что он готов да то есть не знаю кликаем сюда получить новый принтер странно так весь на чернила ну что нибудь стояние предыдущего страница на айпишник есть нужный параметры эти самые дополнительные все только бы готовы единственное что вот это вот не готова то есть тут по идее осталось только вот нажать вперед 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 и да и должно все придать их подключиться но к сожалению этого не происходит если я пошлю вы что-нибудь на печать стоит там я ничего не пошлется потому что принтер так сказать занят принято не хочет участвовать где-то там красиночка отправить печать на хпшки размер такой-то печать она отправилась пожалуйста подождите отправлять до сих пор все отправилась и ничего не происходит давайте нажмем выровнять пускай выравнится пытается но опять-таки сейчас это все до конца дойдет и ничего с принтера не произойдет потому что принтер вот написано устройство занято принтер нуждается в настройках вот эти вот дальнейших а я и сделать не могу очень дождем другой принтер заменим этот сам соответственно панельку из можно будет уже подключить нормально а пока что пока что вот так вот состоянии ожидания что это такое это принтер я заказала бы уж ты принтер точно такой же как тот до 25 евро это самое получилось все вместе он тоже немножко дефектный написано для их дефект было он типа не определяет картриджа сейчас мы соединим вот с этим нашим и будет один рабочий принтер прикинь может даже два потому что по идее вот в этот самое можно поменять да это что меня детали а он картриджа не определяет а просто коднуку настроить его по программкам не только этот самый поломанному ножичек вот я будем менять быстро пришел ради позавчера отправил по моему он вчера направил dpd работает быстро а вот допустим полочку понести домой они захотели за поиска нужно самим идти давай ноутбук сторонку берем скажи не подбивать как это визитка филен данг он либо груз и фамилия такая то у них прям этот самый визитка какая-то с этим штрих-кодом сосканирует что там будет интересно вот эта штука мне нужно все проверим работать на вид на первых так новенький точнее был уж некий принтер у него сразу видно что тут это самое немножко на отъезжает надеюсь все таки все хорошо с ним немножко что-то с ним не то включайся включается гипп определяется не главное чтобы ты работал есть ты работаешь то все остальное мне уже не важно я просто возьму тебя кусок отсюда и поставлю вот сюда давай загружайся это внутри давайте посмотрим эти внутри все то же самое ничего нового так шлейф вроде бы не отошел эта штука вывезла у него почему вывезла непонятно ой зашумел саша него заработал так просит запись вот он даже бумага внутри стояла надо же зачем нам бумага кстати говоря по моему там опять этот самый картридж черненький оригинальный он взял сразу три штуки бумаги что-то с ней делает непонятно что ты хочешь не сделать ой ёшки подскочила оба вытащили бумагу бумагу что ли еще есть да не хотим сладить какой-то другой лоток они такой же да такой же также не закрывается он должен закрываться фиг его знает как по силу немножко побольше стандарь так это мы закроем и прием ее он так и должен сложно закрываться так патроны нет хп тинтон патроны ангелезет хорошо нажимаем окей чё не уже не работал чё-то сработало он чё-то работает патроны аузки вексель так стоп пауза где мой стилус так хорошо пауза пауза вперед-вперед кнопочки работает кнопки работают все все прекрасно тогда это самое сейчас раскручу вот эту штуку давайте выключаем вставим вот эту мониторчик на этот мониторчик поменяем и будем смотреть что будет дальше вот тут почему-то у этого новенького душного принтера вот эта штука почему-то вылезла я фиг вы знает что он с ней делал но а вылезла чтобы открутить нужно по идее вот эти штучки просто ее встать обратно и нужно вот эти шутки открутить и дело в том что у меня такой отвертки нет она такая знаете звездочкой и очень тоненькая у меня есть звездочки различные но если что толстая не что не попадают вот слишком они толстые нет никак не хочешь залезать такого значит когда я вот тут вот раскручивала у меня получилось обычная плоская отвертка это дело открутить вот здесь что-то произошло такое что я это от ручка открутить уже не могу не получается эта отвертка маленькой открутить не знаю что такое но попробовать и другую плоскую отвертку это инструменты мужа вот еще у нас плоская отвертка пробуем с ней попробуем они она слишком тоненькая он совсем не получается с ней слишком тоненькая а то все это слишком толстая насадки слишком толстые слишком толстые тут у нас тоже все слишком толстая у меня есть еще одна отвертка вот такая вот брат я мне подарил это отвертка фонарик опана и дали какая крутая штукенца так у нее внутри вот здесь вот так не получается и телефон держать вот это откручиваем тут у нас есть насадки так смотрим вот это вот она слишком толстая да это слишком толстая это слишком тоненькая сразу видно и вот это вот еще это вот это может пойдет да это пойдет давайте поставим сюда и пробуем откручивается все супер все откручивается сейчас эту штучку вставим обратно и будет нормально зачем вообще придумаете звездочные шурупчики непонятно только проблемы какие-то лишние создают серьезно была плоская звездка лапка стараться вот качал звездочек ей придумывать еще всех диаметр разный вот на вот такой диаметр того вот такой диаметр ну ладно диаметр тоже принципе понять можно то что это самое то что один шурупчик чуть больше того шурупчик чуть меньше зачем форму другую сделать странные эти люди тема у нас будет звезда звездная отверточка звездные шурупики и вы должны будете послать нам в сервисный центр и ничего с ним получится сделать так вот этот не хочет открываться откручивается так потихоньку его вот пошел пошел все супер все откручивается открутили теперь вот эта штука у нас открылась сразу мы ее вставляем сюда обратно можно ставить что обратно сможем сможем все хорошо вот так сначала нужно вот это сюда воткнуть теперь вставляем вот эти штучки попасть все попало все вот так нажимаем и все прекрасно закручиваем это у нас давайте такое положение чтобы не выскакивала ничего и закручиваем обратно за конца закручивать не получается потому что начинает прокручиваться отвертка краешки или за захватывает по крайне вот этот вот отдельный шурупе давайте его до конца не буду закручивать может остальные нормально закрутиться так все таки отвертка звездочка вот не помешало бы где-то было мне где-то были еще такие отвертки тоненькие звездочки но блин ну где она эти переездами всякими фиг чего найдешь теперь так это у нас сюда до ваша рубрика до конца закрутить не получилось но и фиг с ними сейчас и так потом приобрету отвертку такую тоненькими звездочками нормально все будет так теперь что теперь нужно отсюда это дело открутить для этого есть вот такая отвертка со звездочкой потолще немножко и они прекрасно это дело откручивают 1 это вам и последний у меня там горшки для цветочков еще я этим занимаюсь в свободное время цветочки рассаживаю так это у нас сняли теперь надо достать достаем шлейф легко вытаскивать так чтобы вот этот вставить нужно вот эту штучку там где шлейф это фиксирует ее нужно снять здесь надо опять на эту штучку вытаскиваем ее вставляется шлейф вставляется все это дело обратно прикручивается и вот эту штучку она ценна ну чтобы шлейф сильно не мотался туда-сюда его нужно обратно вот это вот шлейф так вот вставить буду делать двумя руками поэтому телефон отключаю прежде чем прикрутить проверяем работоспособность у нас определился так коснитесь продолжить чтобы начать настройку лхп оффсет кликнулась она кликнулась она кликнулась ребята все у меня рабочий тачскрин все рабочий тачскрин рабочий принтер сейчас мне все пойдет отлично открыта крышка доступа картриджу понятно давайте это дело сейчас приключу аккуратненько поехали картриджами куда-то что он делает вот интересно вот каждый раз включаешь он тут говорит что крышка открыта и тут какие-то неприятные вещи происходят когда он загружается какие-то проверки какие-то там высасывание лишнего чернила происходит наверняка ладно давайте прикрутим и поедем дальше с установкой поехали значит нажимаем продолжить нажалось оно нажалось большие вот бывшие употребление картриджа могут воспрепятствовать запуску печатающей головки установите новые картриджи для метеорки для продолжения со старыми окей тихая подготовка принтера у меня что-то подходит мне что-то идет что-то все шуршит шуршит и теперь нам нужно будет его просто само установить по беспроводной сети к компьютеру подключить это последняя задача которая передо мной стоит если все получится то все будет прекрасно пока что он включен только по сети этот самый этот как называется в розетку включен никакие другие провода не в воткнут и этот пока что в сторонку отодвигаем мне нужно компьютер как-то подобраться двигайся вот эту штуку уберем сюда кресло вытащить проходим компьютеру дурацкие эти потолки которые вот эти вот под крыжей живем головой стукнулась так включайся это давайте попробовать это у меня стыкается это пока сюда кинем вот эту маленькую отверточку вот сюда она для телефончиков раскачивать телефончики так это выключаем это у нас зарядка заканчивается это видяшку дел предыдущую по вот этот история про этот принтер и и и чем нам ищем надо включить вот эту штуку включаем свет тут можно выключить так получение информации устройства что там устройство говорит устройство покажется пишет что что продолжить подождите подготовка принтера боком неудобно встать так тут у нас идет получение информации так установки настройка и программное обеспечение у меня этот подключим по вай-фай давайте его обратно включим по так вай-фай вытаскиваем и мне нужен интернет кабельный потому что кабельные лучше по качеству плюс сама эта антеннка довольно таки плохо работать и сами видели то что я крутила крутила и периодически она не работала так подключили интернет по кабелю подключать новый принтер по беспроводной сети кликаем далее тут пока еще идет подготовка принтера до сих пор возможно я тороплю события давайте пока еще все к этому к с из боксу с вами подключусь с алис бокс пароль пароль кто у меня сети 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 у меня только телефон телефон мой компьютер и хпшки он не видит так и пешки он не видит это вот это у нас есть хпшка вот это давайте удалим тогда вот это тут мы удаляем так этот мы удалили а вот этот вот пусть и почему это два линник раз линник 2 линник а потому что этот у нас по вайфаю ловился вот этот вайфайный а этот у меня с всего и по кабелю значит вот это тут к мы его оставляем или не оставляем по идее нужно найти его вопишник для начала чтобы узнать вопишник нужно дождаться настройки здесь закончил чуть-чуть где мой стилус так пишет другие картриджи установленные картриджи другого производителя окей не то все равно запуск анимации запуск загрузите носитель таля-ля так понятно это все я знаю окей я не хочу тебя смотреть подготовка принтера это займет около десяти минут не успела почитать не рекомендуется подготовиться хп рекомендует подготовить запасной картридж и установить его когда качество печати станет доема я не успеваю почитать подготовка принтера это минуту ходите минут вставьте компакт диск по спро хп и следуйте инструкция на экране в принципе я там уже установила на компьютере продолжить это печатает че ты печатаешь пути да это будет занимать весь минут это самое прервую запись сначала вот это вся проверка пройдет покажи нам что-то печатаешь полоски черненькие несколько пышных это только черный цвет одесса не цвета выравнивание прошу успешно завершено выбросите опечатанную страницу ну здорово выбросить я скоро написал а я жду очень через черновик использую потому задняя сторона еще чистенькая я планету нашу хочу уберечь до красные желтенькие нужно за добавить немножко дополнительно мастер это видимо факс значок факса а это мастер по вайфаю давай мастер этот мастер служит для настройки беспроводного подключения принтера для справки нажмите вопросик продолжить поиск беспроводных маршрутизаторов я у меня идет маршрутизатор мой надо же давай на быстро пошла думала 10 минут она будет стать реально вот это то но нажмите на маршрутизатор и кнопку впс и удерживайте три секунды или коснитесь пропустить кнопку впс где нам не поднимать искать кнопку впс впс 1 до 3 уже не получилось ладно пропустить для продолжения необходима парольная фраза в па которая обычно предотвратит а мы сейчас мы вставим так пишет подключение к сети для вывода сведений о беспроводной сети нажмите ok наверное да коснитесь печать печать правительство использования подключить веб-службы поездная нет не хочу веб-службы печатает а он сейчас должен нам выдаст лист где это сама все эти параметры описаны тоже написан опять-таки портим бумагу черновиде подложить ну ладно этот самый мой фриз бокс мой роутер определил его по волану подключено написано смотрю что нас тут мало чернил это понятно дальше что ты наверно говоришь давайте пока отмена нажмем далее готова так это у нас что настройки программного обеспечения подключить принтер по беспроводной сети далее том что печатается данные все непонятные долго долго готовы все нажать если его сюда то видно что я песню тоже есть а песник верный правильная маска по сети и там 100 нас 208 178 это моя маска по сети ура все готова так теперь его здесь нужно айпишник вести 192 . 168 . 178 . далее все у него успешно все успешно все прекрасно превосходно это качество сигнала превосходная подключена далее реально подключился или ты просто прикалываешься если ты реально подключил сдавать чего-нибудь напередание во первых чернила написано что подключился так 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 куда еще делал галак но это нас факс предлагает подключить пока что пропустим этот шаг далее германия русский далее я не хочу пока в обслужбы включать интернет функции недоступны и но пускай остаются выключены так отчеты устройства оцените новые функции принтеров тролля появились на сайт не хочу перейдеть на сайт средние об устройстве все есть все готово закрываем ну по идее по идее должна идти печать давайте попробуем что-нибудь распечатать вот эту штуку печать по хп-шки обычно бумага печать если сейчас все придет хорошо я буду очень рада и моя миссия выполнена вот кликаем окей там до сих пор передается в печать пока еще никакой реакции нет тут тоже никакой реакции он что-то поехало что-то печатает печать ждем выхода долго в принципе там картинка большая еще разрешение небольшое поэтому она будет долго печатать так что фиг с ней так все рабочий принтер формата а3 у меня есть теперь нужно еще разобраться вот с этим принтером я его наверно подключу его сюда и тут самую штукенцию попробуем с ним разобраться вот это попробуем разобраться с ним если будет нормально печатать то его продам опять-таки в за 20-30 чтобы как-то денежку отбить обратно готова молом читает все прекрасно все печатает можно его ставить теперь вон на то место и я расстаюсь довольная счастливая с новеньким принтером теперь у меня два рабочих принтера и будет еще скорее всего третий рабочий принтер по него отдельная история может что даже расскажу попадя когда с ним с не будет готова все